Отношения Казахстана и Китая динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и вечного стратегического партнерства. Глава государства вместе с председателем страны Си Цзиньпином приступил к новому шагу сотрудничества между Казахстаном и Китаем в золотое 30-летие. Область Абай также поддерживает тесные отношения с соседней страной. Связь между двумя государствами будет развиваться как никогда. Между двумя странами были проведены содержательные переговоры, подписаны важные контракты, определены конкретные пути их реализации. В своем выступлении глава государства отметил, что казахстанско-китайские отношения являются примером для многих. Он подчеркнул, что в нашей стране не должно быть безрассудного беспокойства, основанного на прежних представлениях о Китае или навязанного нам извне. Современный Китай – очень высокоразвитая страна, добившаяся больших успехов в передовых технологиях. Это признает весь мир. Мы провели содержательные переговоры с китайским лидером в Сиань и Пекине и достигли важных договоренностей. Обозначили конкретные пути их реализации. Подобные личные встречи показывают, что связи Астаны и Пекина находятся на высоком уровне. Сегодня могу с уверенностью сказать, что казахстанско-китайские отношения являются примером для многих. Взаимный товарооборот двух стран с годами растет. Его объем по итогам 10 месяцев 2023 года достиг 24,3 миллиардов долларов. Это новый рекорд. Сейчас мы активно работаем над увеличением экспортируемых отечественных видов товаров и увеличением грузоперевозок в КНР. Между Казахстаном и Китаем вступил в силу безвизовый режим. Президент отметил, что это имеет большое значение. Теперь наши соотечественники могут свободно посещать соседнюю страну. Есть надежда, что наши граждане оптимально воспользуются данной возможностью. Это положительно скажется на увеличении товарооборота между Казахстаном и Китаем. Окажет реальную помощь предприятиям страны в введении своей торговли в Китае и торговли китайских предприятий в Казахстане. Возможности Китая теперь также хорошо известны жителям. Я не против связи нашей страны с Китаем. У народа есть возможность торговли. Не думаю, что это плохое решение. Ахирке Киминлай родом из Китая. В 2007 году эмигрировала с семьей в Казахстан. Так как ее родственники проживают в Китае, она часто посещает родину. Она приветствует, что теперь имеется безвизовый режим, и отношения между двумя странами развиваются в быстром темпе. Мы с семьей эмигрировали в Казахстан из Китайской Народной Республики в 2007 году. В настоящее время ездим, чтобы увидеться с родственниками. Покупаем там различную технику, так как в современном Китае развиты передовые технологии. Мы довольны. Развитие связи с Китаем касается и области Абай. В прошлом году руководство области организовало несколько встреч с представителями Китайской Народной Республики. Сегодня с соседним государством реализуется инвестиционный проект на более 9 миллиардов тенген. На средства казахстанского инвестора будут созданы сухой порт-логистический парк у границы с КНР. Также началось строительство железной дороги по маршруту Аягос-Бахты-Тачен для расширения транспортных коридоров. Этот проект был подписан в рамках третьего форума «Один пояс – один путь в Пекине». Предприятия NFC и компания «Казминералс» планируют построить медиплавильный завод на сумму более 2 миллиардов долларов США. Кроме того, компанией «Синсин» на территории области осуществляется строительство дороги Халбатау-Майкапшагай. Ряд предприятий области Абай готовы к сотрудничеству с китайскими компаниями. Если отношения между двумя странами укрепятся, это придаст новый импульс экономике региона. Аселяйдар Малика Мухтарова, Аржан Таубекова, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей.